я помню что вы мне давненько писали давненько просили чтобы у меня на канале появилась именно это поколение хайса и я прям очень рад что именно в такой комплектации он у меня будет на канале мечта любого бусовода любого хайсовода я так сказал у того у кого нет такого хайса но который хотел бы его купить он конечно хотел бы купить именно вот в такой комплектации какая у нас сегодня будет видео он полноприводный и он на моторе 1кз мотор 1кз это мотор который ставится в прадике в хайлюксы там сурфы такой прямо из дизелей toyota это чуть ли не самый удачный за всю историю да он практически в самой жирной комплектации какой только можно придумать круче наверно только совсем вот эти с высокой крышей которые супер лонги со вставкой такие знаете то есть у нас супер кастом g то есть все реально практически все что может быть в хайсе этих годов все в нем присутствует и блин самое прикольное что все работает я прям жду не дожду сейчас залезем в салон будем кнопочки нажимать там все двигать короче шебуршить он не совсем уж такой знаете олдскульный он все-таки 96 года именно вот этот кузов именно вот эту внешность подразумевает когда говорят вот тойота хайс клёвая тачка кстати естественно в угоду вам господам англичанам я скажу правильно хай эйс toyota хай эйс да я знаю что он правильно так называется но конечно все всегда говорят хайс и хайс все он даже в гугле ищется по слову хайс начнем в нем рыться с прикольной функции которую чтобы показать надо мотор завести мне тут приходится с подножкой забираться потому что он высокий полноприводный и так у нас дверь открывается с кнопочки и она замерзла и она замерзла после мойки она замерзла в принципе мотор работает не сильно громко козет он вообще не отличается сильно уж громким таким разговором поэтому не будем его глушить и более морозильник у нас опять морозильник дверь открывается с кнопки это не каждый хайс такой умеет далеко не каждый между прочим сразу скажу даже в эти года но это правда очень очень редко но бывали хайсы с дверями с двух сторон случае с хайсом наоборот народ как-то не очень приветствует когда есть старая дверь все-таки многим нравится вот крутить сиденья и прочими такими вот делами развлекаться и вторая дверь там как будто бы ну нафиг не сдалась но вторая кайфушка пошла шторочки ребят вот они вот это все чистокровные шторочки настоящие чистокровные те самые шторочки и конечно же вы понимаете что они тоже шевелятся с кнопочки второй выход под кондиционер регулировочки здесь и здесь печечка должна быть и там и там 4 а шлюка то есть бывает один бывает 2 но чтоб 4 было люка это далеко не всегда конечно и 3 4 люки они такие ну не совсем полноценные поскольку они вот такие вот два маленьких окошечка по сути в крыше и и смотрите все замерзла может быть он сейчас согреется внутри сейчас отогреется мы же его заведенный сейчас держим и может быть все начнет работать ну шторки вот вроде разморозили дверь вроде стала открываться да сейчас еще потолок потолок еще на муну разморозим я реально кайфую вы даже просто по видео наверно представляете как мне кайфово все бусовод пропал пацан да хотя опять же у меня есть офигенный ролик например про целику gt4 недавний мы тут замечательно понаваливали так что старость еще ко мне не пришла нечего мне тут в таком кузове хайс производился с 89 аж по 2002 у него только внешность менялась знаете ли вот по мелочи там фарки немножко другие решеточка другая кстати у совсем поздних решетка прям такая ну вообще перед прям такой прям клёвый кузов по сути тот же самый да и внутри он примерно одинаковый та же торпеда например вообще не менялась единственное что бывает вот как у нас типа под дерево такое ну вы знаете да вот это пластиковое дерево в тойотах дис 90 а бывает просто черная там или еще какая-нибудь ну или вместо кнопочек которых у нас здесь полно заглушки холодильника может не быть ну и просто беднее богаче а суть только одна в том что сами контуры торпеды расположение элементов не менялась много лет здесь даже у нас уже явный признак что это уже поздние года потому что появились подушки хотя бы спереди у пассажира и у водителя а этот у нас люк не электрический он просто приподнимается и он тоже замерз а у него кстати есть обогрев вот пускай как раз это греется мы его может хоть приподнимем все я его уже приподнял меня удивляет тот факт что почему-то их не было с кожаными сиденьями всегда только велюр давайте вам холодильничек что покажу сейчас он выполняет роль бардачка естественно потому что все эти холодильники они подключаются кондиционеру ледок охлаждение даже еще дополнительно с кнопки очень здорово здесь наконец по-человечески расположены подстаканники ну я думаю это понятно потому что здесь все-таки подлокотник вот этот с холодильником занял вот это все пространство и соответственно они все-таки сделали здесь не не пустоту вот эту вот между передним пассажиром и водителем а все-таки на стационарном уровне разместили здесь подстаканники вот этого мне прям очень сильно не хватает в моем автобусе прям очень сильно не хватает походу владелец не курящий все пепельницы и прочие вот эти участки они заняты каким-нибудь мелочевкой то есть как кармашки используются мини бардачки они как пепельницы ну и разумеется все таки расположение коробки здесь по-другому сделано ну сами понимаете все таки это автобус уже под более крупные двигатели здесь даже самый маленький бензиновый это уже два литра если в тоунайсах самый маленький это полторашка здесь самый маленький это уже два литра самый такой ходовой бензиновый 2 и 4 литра и самый крутой дизельный это 3 литра то есть ну понимаете здесь уже большие двигатели соответственно здесь совершенно иначе сделана компоновка мотора и прочего если бывает с завода в него ставят узет то узет в него замечательно помещается при случае ну вы поняли да у нас тут недавно выходил ролик про караван с узетом Гляньте, кстати, кто не видел Там свапнули, между прочим Затолкали даже в Nissan Caravan Расправьте, делал хилых Гнездо, да, как всегда на голове Он, конечно, очень большой Он реально очень большой Еще из-за того, что полноприводный Он еще и высокий Хотя, вы знаете, я вот слышал частенько Такие отзывы, что Ну, вообще про автобусы, да, тойотовские вот эти Хайсы, да и про таунайсы Что он вроде бы высокий, да, клиренс-то вроде бы есть Но раздатка Расположена низко Коробка расположена низко Ну, то есть, получается, что ты вроде бы В высокой машине, а в случае каких-то прям Реальных преодолений можно тачку повредить Отчасти можно с этим согласиться Хотя, я думаю, многие не согласятся Поскольку на них ездят прям очень сурово Они подвергаются иногда такому жесткому Внедорожному тюнингу, что прям только держись Но у меня, честно говоря, бы рука не поднялась Вот честно, у меня бы рука не поднялась Вот такой бусик корчевать Ну, честное слово В нем и так все хорошо Ну что, ребят, давайте пробовать Сразу у меня тут рельсы Брум-брум-брум-брум Ах, торсионная подвеска Ах ты мое чудо Дешево и сердито, а Вот это вот полный привод, да Полноприводный Хайс Он даже без лифтовки Все равно очень высокая машина Так вот, ну я имею в виду в плане посадки Я уже человек к бусам привыкший Могу только сказать, что мне нравится в Хайсах Что это реально как будто бы, ну такой старший братик моего Таунайса То есть у него здесь почти что все то же самое Только чуть-чуть побольше Чуть-чуть посерьезнее Чуть-чуть повеличественнее, знаете То есть простота и надежность присутствуют Ну, естественно Все простенько, да, получается у нас Простая подвеска сзади, простая подвеска спереди Никаких вам заморочек Есть ЛСДшки на полный привод Даже их проще найти, даже чем на Таунайс или Тайсы Реально, даже проще Их намного больше в продаже Естественно, мне нравится, что Даже дизельный вариант, он очень тихий Я абсолютно не удивляюсь, что люди, которые ими владеют Владеют ими годами И даже не думают их продавать совершенно Вот если пока не припрет Никто не будет их продавать Потому что классная машина Ну, серьезно Я просто прекрасно знаю, что Если в ней нужно что-нибудь сделать Да, по той же подвеске Это, во-первых, всегда есть А, во-вторых, стоит Более, чем вменяемые деньги Прямо вообще Естественно, большая машина будет иметь большой расход Ну, а как вы хотели Для маленького расхода существуют Кейкары, гибриды и прочее А если у вас все-таки большой автомобиль Особенно вот такой микроавтобус, да, который Ну, что он Две Ну, две, по-моему Почти что две с половиной тонны, короче Не буду там точные цифры вспоминать Почти две с половиной тонны он весит Ну, что удивляться, что он будет весомо хавать Понятно, что сейчас уже и дизель тоже стал стоить Ну, нормально, да, он дороже 98-го бензина Ну, ребят, ну все когда-нибудь дорожает Все дорожает Ну, тем не менее, знаете Современные машины иногда Когда только подумаешь, что Одну форсунку какую-нибудь Common Rail За 16 тысяч надо покупать Начинаешь уже задумываться А может я лучше бы на пару литров больше заправлял Налог здесь небольшой Нету здесь вообще, в принципе, в стоке двигателей Ну, я кроме, опять же Кроме УЗ в скорых помощях Нету, в принципе, таких моторов У которых много мощности Так, поехали Показываем вам мотор Ну, тут все привычно Здесь сейчас Прифигеете маленько, прикольно Хотя, опять же, вот смотрите В сирене я вам как говорил Типа надо на барашках там откручивать Там прочее, да Мне там еще, помню, в комментариях писали Ой, да ну фигня делов-то тыры-пыры Вот смотрите, как надо правильно делать Чтобы было легко И быстро добраться до заглушки Смотрите У нас заглушка находится под подстаканниками Вот здесь Смотрите, как я легко делаю Раз Никаких тебе барашек Никаких защёлок Я просто её раз Защёлочку Два Доцепись ты уже, господи За ковёр зацепилась О И всё И пошло Дело Опа Более Продуманный В момент Вторую половинку мотора Чтобы открыть Надо снять водительское сидение Разболтить крышку Ну, примерно так же, как в Таунайсе Но Так или иначе Вот этот момент С тем, что Спрятанная под Под Подстаканниками Заглушка Легко доступна Это мне очень нравится Узенький козетик Узенький Он одновальный Он, конечно, большой Он трёхлитровый С электронной топливной аппаратурой Но он всё равно Такой вот Достаточно компактный Узенький Кроме козета Сюда ещё ставили Изели L серии Что там 3L 5L даже Но Всё-таки Козеты Людям больше нравятся Они помаленько Помощнее Получается у нас 130 лошадиных сил И почти 290 ньютон Крутящего Это прям серьёзно Особенно если Для Полноприводного Буса Нужна вот такая Хорошая тяга Ну У нас В области Конечно Дизельным Таким вот всяким Машинам Относится с натяжкой Потому что у нас Бывают очень сильные морозы Если автомобиль Не гаражного хранения Давайте я его заглушу Когда я открыл крышку Он всё-таки Видите Звукоизолирован Смотрите Тут он Всякая мякушка сделана Он стал уже шумно работать Он стал меня уже напрягать С двигателями L серии Я Вам показывал Хайс В форме Грузовичка У меня есть Такой на канале То есть На базе Хайса С двигателем 3L Там грузовичок Вот Соответственно В таких кузовах Они тоже такие были Но Вот опять же Ещё раз повторю Особую любовь Снискал Вот такой 1КЗ 1КЗ ТЕ Это турбодизель Между прочим Он конечно Бывал ещё более Старая версия С механической Топливной аппаратурой Да Но Не знаю Все любят именно Версию ТЕ То есть С электронной аппаратурой На полном приводе Они конечно Бывали и на механике И на механике Естественно Продоводы Сурфоводы Не дадутся врать Мотор не сильно Уж так уж Требователен К солярке У него нет Такой Знаете Нежности Там Как вот У современных Common Rail Каких-нибудь Нет тут таких Огромных цен На обслуживание И на ремонт Естественно Нет таких Огромных цен Но Тем не менее Естественно Он в ремонте Намного дороже Чем бензиновый Особенно Даже тот Который 2.4 версия Самая обыкновенная Которая сюда Здесь ставилась По факту Кроме как Перегревами Этот мотор Никогда Ничем и не страдал Больше Ни в чём Его сильно Обвинить нельзя Но перегревы У кого обычно Ребят бывает У не сильно Так скажем Внимательных владельцев Про дизель Как обычно говорят То есть Ты вроде бы Экономишь на топливе Да То есть Получается Едешь хорошо Машину тянешь Большую Но заправляешь Немного То есть Расход у него В принципе В районе 9 литров Того Ну Дизельного топлива Это не сказать Что Ну как Сильно много Да Для трёхлитрового Для трёхлитрового Двигателя Но В любом случае Если что-то ломается Ты можешь Встрять на такие деньги Что любая экономия Покажется Ну Ерундой И вот как раз В этом смысле КЗ хорош Потому что Как запчастей На него полным-полно Поскольку он ставился На очень популярные Массовые автомобили Так и контрактный Его приобрести Не сложно Хотя он совсем Не дешёвый Контрактный 150 где-то Тысяч может даже стоить Ну в среднем 120-130 А ещё плюсуем Доставку из приборья Ну и установку Короче Дизеляку Лучше беречь Багажник Давайте посмотрим Я сейчас откатил Третий ряд сидений Максимально вперёд То есть всё Он вот Почти что уперся Ну у него Видите салазки Кстати обратите внимание У него салазки Уже спрятаны в пол Уже спрятаны в пол Они не торчат Ну значит вот Примерно Вот оттуда И померяем Ну Впрочем Ничего удивительного 70 Багажник По сути Точно такой же Как в Таунайсе В этом деле Здесь всё аналогично Но Таунайс Так сильно Разложить Конечно нельзя Сейчас мы вам Сделаем такое Я читал комментарии Под недавним роликом А лежанку Вы забыли Не забыли Теперь не забыли Ну что Смотрим Сколько у нас лежанка Тёма Подхвати её Там Вялый конец Так Ну давай Прям до Упо До этой Вот Вот этой штуки Ну что ребят Лежанка И это я ещё В принципе Да она полностью Да вмещается Даже если я закрою Крышку багажника Лежанка 2 метра 35 сантиметров Ну ещё Подголовники Учитываем Если даже Подголовники Учитывать До 2,5 метра Даже очень Продолговатый Человек Поместится Ёлы-палы Ну конечно Он не идеально Ровный Сюда бы конечно Желательно ещё Матрасик кинуть Да Ну так вот Просто чтобы Выровнять площадочку Ну Блин Мне показалось Что она по пальцу Мне тряснула Но Ну классно же Ёлы-палы Что так вот Сделаем Такое Можно валяться А прикиньте Просто даже А ещё Ведь они же И бывали Даже с телевизорами Подвесными Ну а можно Купить Впрочем Телевизор На подголовник Как у меня В автобусике Сделано И всё Такие Смотрите Лёг Можно это Маленько Чуть-чуть Повыше Приподнять Лежишь Кайф У тебя ещё Эти две Штуки Сверху Там Всё На небо Смотришь А если В принципе Так и ехать Можно Замечательно Поехал Едешь Себе Спишь Сюда В дырку Ну да Можно сюда Пиваса Засунуть Так вот Чик-чик Да Всё Такой Сидишь Подлокотничек Тут Раз Раз Вообще Оно В принципе Здесь Емко Тут Ну кстати Тоже Мякушка Но сюда Можно Чего-нибудь Постелить Чтобы не Запачкать Ну Окошечки Открываются Как у меня Форточкой То есть Вот они Только Отодвигаются Чуточку Вот Как обычно И держатся Вообще По сути На Четырех Винтиках Я читал Такие случаи Что От вибрации Стекло У людей Вываль Я не знаю Что надо Сделать У грузопассажирских Версий У них есть Стекло Ну Боковые стекла Они не вот так Отодвигаются Прикиньте На меня Сквозняк Дует Вот Вот Сразу Дуть перестал А вот так Вот они Раздвигаются Ну то есть Может быть Кому-то Это бы даже Больше нравилось То есть Не просто так Раз это двинул А именно Вот что Можно вот так Вот их Сдвигать Относительно Друг друга Как в каком-нибудь Уазике Вот смотрите Как я вам Кайфово Развернул Но это вообще Для посиделок Сел Пообщался Я вот такое Положение Вообще Люблю И опять же Обращаю ваше внимание Что есть ремни Для подобного положения То есть Можно Застегнуться Хотя бы В поясном Формате Да Вот они Есть Ремни Я конечно Уважаю Грузопассажирские Всякие Такие версии Хайса Все таки Это многоцелевой Вэм Такой был Всегда Но Насколько комфортно Именно Именно Пассажирский Какой же он Классный Опять же Здесь большую роль Играет сохранность То есть То что машина Сохранена В хорошем состоянии Что Здесь все Не заляпано Не обломано Не сломано Прошлый президент Компании Тойота Ватанабе Он в молодости Работал на грузовичке Хайсе И к Хайсам У него была Особая нежная любовь Это вот даже Почитайте Кому интересно Историю Компании Тойота Ватанабе Господин Ватанабе Очень с большим Теплом Отзывался Об Вот этих Бескапотных Автобусах И в частности О Хайсах Так ему нравилась Эта многоцелевая машина Так ему она нравилась Ну что ребят Давайте развлекаться Посравниваем Мне самому Это очень интересно Какая разница В габаритах Именно пассажирского Отсека У моего автобуса И у Хайса Я знаю Что конечно Разница будет Но мне кажется Она не настолько Существенная Как кажется Потому что Вот я говорю Вот они рядом стоят Ну только я говорю Разница в том Что у моего Все таки есть клювик А у этого Практически обрублен Фейс спереди Итак Смотрим Самое крайнее положение Назад И меряем До передних сидений Получается вот От сидения До спинки Переднего сидения 70 Так Окей Кстати И заодно еще Померим До вот этого Буртика До отсека Где находится мотор То есть От него И до сидения 44 Теперь откатываем Это сидение Полностью сюда Так Между вторым И третьим рядом Так Напоминаю Это откатано Максимально назад Ну да Все Назад Максимально назад И здесь Смотрим 50 Так Ну в моем До передних сидений 65 Где-то так вот Да До буртика Вот здесь Конечно Явно меньше До буртика В самом широком положении Получается 30 Ну а Третий ряд Естественно Не совсем Правильно сравнивать Поскольку у меня Третий ряд Ну зафиксирован Стационарно И он не двигается То есть за счет багажника Его никак Не отодвинуть Ну Короче вы поняли Конечно же Сантиметров на 10 Где-то там Местами поменьше Я вообще Последнее время Даже немножко завидую Тем кто Едет у меня пассажиром Когда куда-нибудь Едем отдыхать То есть я там Рули За дорогой смотрю А они такие Как все хорошо Птички цветочки Природа Этим летом Если куда поедем Обязательно найду Кого-нибудь Кто тоже на механике Умеет ездить Ну чтобы В смысле С собой взять Чтобы я мог Хотя бы с кем-то Меняться И тоже Наслаждаться Пассажирской Частью Своего автобуса Ускоряется он Неплохо Слушайте Для дизеля Это прямо Турбодизеля Ух ты валит Тормоза очень ватные Конечно Прям ужасно ватные По ощущениям Секунд Наверное Ну может быть Даже и 10 Ну скользко Опять же пока что В общем Ребят Я даже не знаю Что сказать Просто большое удовольствие Большое спасибо Тем кто Сохраняет эти машины Большое спасибо Инженерам Тойоты Которые придумали В свое время Автомобили Которые даже Спустя столько лет Способны радовать Владельцев Способны Доставлять Столько удовольствия Я надеюсь Вам очень понравится Этот выпуск Я прям Очень кайфанул Обязательно Подписывайтесь Ставьте лайки Вот меня реально Мотивирует Когда я вижу Хорошую отдачу Когда я вижу Много комментариев Большое спасибо Всем кто меня смотрит Давайте короче Всем пока Я уже даже не знаю Ну что бы вам Еще такого же Кайфового Снять Сколько их еще Всяких таких Крутых есть Может по европейским Пройтись еще Бусом кстати Как считаете Поищем может Что-нибудь Напишите в комментах Субтитры сделал DimaTorzok